380-летию вхождения Якутии в состав России посвящается. В удачном продолжается череда творческих отчетов трудовых коллективов Алроса. Какие предприятия приняли участие в мероприятии и что они продемонстрировали, расскажет моя коллега Ирина Балкова. Получили массу положительных эмоций. Даже не предполагали, что у нас в коллективах столько творческих, талантливых людей. Делятся своими впечатлениями зрители. Впечатления просто замечательные, вообще умнички, вообще молодцы. Мы в восторге. Мне очень понравилась, конечно, тема так раскрыта хорошо и общий настрой все-таки. С гимна «Удачному» начали свое выступление работники автобазы и ремонтно-специализированного цеха. Незабываемым для зрителей стал номер «Наше время». К нему коллективы готовились не один месяц. Подхватили эстафету творческих отчетов коллективы подземного рудника «Удачный» и «Карьера Зорница». 385 лет вхождения Якутии в состав России. Тема театрализованной постановки этих цехов. Через танцевальные композиции, музыку и национальный колорит тонкой нитью, соединяющая прошлое, настоящее и будущее, была рассказана история развития и становления нашей республики. Зрители бурными аплодисментами приветствовали каждое выступление самодеятельных артистов. Очень здорово, очень понравилось. Чувствуется, что очень много людей вложили труда. Очень нежно, очень романтично. Очень специфичное такое выступление, душевное. Кроме как феерических, другого слова не подберу. Это было прекрасно. Творческие отчеты цехов удачнинского ГОКа отличаются своей оригинальностью и подачей. С каждым годом мастерство самодеятельных коллективов растет. А значит, и зритель не остается равнодушным. Ирина Балкова, Виталий Степкин, телеканал «Алмазный край».